До сих пор мы работали с типами данных, которые являются встроенными в Haskell. Однако Haskell допускает работу и с пользовательскими типами данных. Давайте посмотрим, как можно определять свои собственные типы. Перед нами определение типа данных BOOL, который присутствует в стандартной библиотеке. Для того, чтобы определить тип данных в Haskell, нужно использовать ключевое слово DATA. Ключевое слово DATA указывает, что после него идет имя типа. Или более сложная конструкция, которая называется в общем случае конструктор типа. После того, как мы задали имя типа, мы должны указать реализацию. То есть перечислить те значения, которые этот тип может принимать. В нашем случае этих значений два. TRUE и FALSE. Различные значения, которые также называются конструкторами данных, разделяются вертикальной чертой в определении типа. Конструкторы данных не следует путать с конструкторами типа. Это объекты разной природы. Конструктор типа или имя типа. Это величина, которая появляется внутри типа. Конструктор данных же, наоборот, это величина, которая может встречаться внутри выражения. В нашем случае у нас есть два способа задать значение типа BOOL. Это использовать значение TRUE или значение FALSE. Мы можем реализовывать функцию, которая возвращает значение типа BOOL следующим образом. На уровне типа мы указываем имя типа. На уровне терма, на уровне выражения, мы указываем конструктор данных или значение, которое может принимать этот тип. Следует обратить внимание, что имена типов и имена конструкторов данных для данного типа начинаются с большой буквы. Обратная была бы ошибка. Мы не можем определить тип данных, скажем, таким образом. DATA BOOL. Но давайте определим по-другому. T или F. Нам выдастся сообщение об ошибке. Аналогично мы не можем определять типы таким образом. Нам выдастся сообщение об ошибке, что T маленькая это конструктор данных. А вот таким образом мы можем определить тип. Типы можно определять не только в модуле с файла исходного кода, но и непосредственно в GHCI. Вот перед нами мы определили тип B, который имеет два конструктора. Т и F. Обычно, когда просто говорят слово конструктор, имеют в виду конструктор данных.